Продолжение следует... 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 Объясняет порядок организации в учреждениях, отвечает на вопросы, кто будет осуществлять трансфузионную терапию, где это будет осуществляться, однако совершенно не говорит, каким образом. У нас есть еще один большой приказ, касаемый создания системы безопасности переливания от 1148N. Он обязывает разрабатывать СОП-элгоритмы для обеспечения эффективности и безопасности гемокомпонентной терапии на местах, то есть в учреждениях. С одной стороны, это очень хорошо, потому что, несмотря даже на то, что взять большой онкологический центр, который занимается, можно сказать, многопрофильный онкологический центр, лечением различных локализаций и различные методы используют, и все равно в каждом таком учреждении будут свои методы и подходы, потому что контингент пациентов очень разнообразен, и потребности этих пациентов тоже могут варьироваться. Этот приказ описывает, что должен содержать СОП, как он должен выглядеть, и регламентирует проведение внутренних аудитов, или, менее красивое слово, проверок, как часть системы контроля качества. Это не только для безопасности пациента, в первую очередь, еще и осуществление безопасности собственных сотрудников, которые переливают гемокомпоненты. Но вот, несмотря на такое большое количество изменений, на сегодняшний день четко не прописаны единые показания к проведению трансфузионной терапии. Ну, в общем-то, это не страшно, потому что с наступлением 1 января 2021 года у нас остались опыт, в памяти еще приказы прошлых лет и инструкции, они, в общем-то, вполне применяемы в контексте разумности применения гемокомпонентной терапии. То есть мы не забыли те показания, которыми пользовались раньше. И, в принципе, все вот показания, которые мы должны применять к трансфузионной терапии, они укладываются в современные тенденции трансфузионной терапии. Ну, во-первых, мы не переливаем цельную кровь уже много лет, используем компонентную терапию, замещающую, протезируем те функции пациента, которые он потерял в процессе лечения или в процессе болезни. Мы применяем кровосберегающие технологии в оперативной практике. На протяжении этой недели вы могли наблюдать и живую хирургию, вот те методы, которые используются сейчас нашими онкохирургами. Мы будем говорить дальше об этиологическом лечении анемии до начала специализированного лечения. В онкологической практике, на мой взгляд, это одна из таких серьезных проблем сопутствующей терапии, сопутствующего введения онкологических больных. Это индивидуальный подбор гемокомпонентов каждому рецепиенту. Онкологических больных это касается, наверное, особенно, потому что есть ряд особенностей в иммуногематологических профилях таких пациентов. Ну и современные методы использования гемокомпонентов, они предполагают подготовку гемокомпонента на производственном этапе, то есть чтобы в клинику попал гемокомпонент с учетом того, что он лейкоредуцирован, отфильтрован, отмыт, облучен, индивидуально подобран. Какие гемокомпоненты мы используем в своей практике? Из клеточного состава крови мы чаще всего используем эритроцитную взвесь, в меньшей степени эритроцитную массу, концентрат тромбоцитов аферезной и дополнительные методы обработки этих клеточных компонентов для уменьшения рисков осложнений при переливании. В меньшей степени мы пользуемся плазмой крови, она бывает из дозы крови, аппаратного афереза, и также всегда используются дополнительные методы обработки этих гемокомпонентов. На этом слайде я хочу показать динамику расхода гемокомпонентов за три последних года. В принципе, за последние 10 лет этот график не меняется, меняется только количество трансфузий. Цифрами здесь обозначено именно количество переливаний по цветам. Вы видите, что эритроциты являются наиболее потребляемым гемокомпонентом, наиболее востребованным. Тромбоциты также имеют высокий уровень потребности. Это говорит о том, что в учреждении проводится высокотехнологичная помощь онкологическим больным. Плазма применяется в меньшей степени, чем остальные гемокомпоненты, но также без нее не обходится большинство видов оперативного лечения. И таких процедур, как пересадка костного мозга, нельзя отказаться полностью от плазмы. Несмотря на то, что прошлый год был тяжелым для всей страны, и количество переливаний было снижено. Это связано с уменьшением некоторого количества пациентов, которые пришли в клинику и смогли получить высокотехнологичную помощь. Однако структура потребности от этого не меняется. В нашем учреждении более 12 клинических подразделений, отказывающих помощь. В основном помощь хирургического профиля и химиотерапевтического. Есть в составе учреждения отделение гематологии, где занимаются лечением гемобластозов. Оно, конечно, по количеству трансфузий несоизмеримо больше потребности. Но это, в общем-то, мне кажется, всем, наверное, кто занимается онкологическими заболеваниями, понятно. Если вы посмотрите внимательно, традиционно потребителями гемокомпонентной терапии являются из хирургических подразделений отделение абдоминальной онкохирургии, урологические, таракальные и гинекологические подразделения. Здесь указаны все трансфузии по всем гемокомпонентам. И обратите внимание, вроде бы такие отделения, которые занимаются малоинвазивными методами лечения, такие как опухоли молочной железы, радиотерапевты, так или иначе, тоже участвуют в гемотрансфузионной терапии и тоже являются субъектами службы крови в учреждении. Немного поговорим о донорских эритроцитах. В основном донорские эритроциты используются для замещения функции потерянных эритроцитов в результате острой аномии и хронических аномии. Острой аномии бывают в двух случаях, в таких можно разбить на две больших категории, в результате кровопотери и в результате гемолиза. Гемолиз у наших пациентов встречается, несмотря на то, что это онкопрофиль, очень редко. И в нашей практике это было связано с наследственными заболеваниями и как сопутствующие заболевания и онкологическим диагнозом. Пациенты хирургического профиля, то есть те пациенты, которые идут на хирургический этап лечения, довольно часто у нас получают терапию по поводу хронических аномий. Лидерами в этом направлении являются онкогематологи, абдоминальные пациенты и онкогематологические. Здесь представлено переливание эритроцитных гемокомпонентов по случаям хронической аномии, кровопотери в процессе лечения и аномии после химиотерапии. И достаточно понятно, что хронические аномии занимают больше пласт и требуют переливаний в нашем случае. Я немного говорю о том, почему мы переливаем на хронические аномии. Большая часть пациентов, которые получают лечение в нашем учреждении, являются жителями других регионов, приезжают к нам уже на специализированное лечение. Понятно, что если у пациента критический уровень гемоглобина для начала терапии, то отправлять его обратно на амбулаторный этап надолечивания нецелесообразно. Поэтому мы предбегаем к помощи трансфузионной терапии. Здесь показаны по долям потребители донорских эритроцитов. Они остаются традиционно за последние годы на этом же уровне и соизмеримы. Детское отделение, надо отметить отдельно, это отделение, которое занимается комбинированным методом лечения. Здесь и хирургические патологии, и тяжелая химиотерапия, а также детки с гемогластозами, получающими в том числе ауто- и алло-трансплантации костного мозга. На этом слайде представлены трансфузии донорских эритроцитов. Я так вот разбила, чтобы было понятно, где проводится в основном переливание крови. Трансфузии до начала операции или до начала лечения или в процессе лечения занимают большую часть. Проводятся они на клинических отделениях врачами-онкологами в основном. Интраоперационные трансфузии занимают совсем небольшое количество, небольшое место, потому что, как правило, пациенты, попадающие с исходно-критическими уровнями гемоглобина, все-таки в течение суток-двух подготавливаются трансфузиями на отделении до операции. И остальные пациенты получают трансфузии после проведенного специализированного лечения. Здесь наиболее важный слайд – это правый кружочек пациента, получившие эритроциты как заместительную терапию для оперативного лечения. Коррекция анемии после проведенного лечения связана с кровопотерями или с исходно сниженным уровнем гемоглобина. И гораздо меньше, чем тех пациентов, которые получили либо до операции, либо во время операции, либо сразу после операции по одной-две дозы эритроцитной взвеси. О чём это говорит? Это говорит, что пациенты, которые к нам попадают, не подготовлены в плане сопутствующих анемий на предварительном до госпитализации этапе. И могу сказать, что, в принципе, это касается не только федеральных центров онкологических, в городских онкодиспансерах больные с анемиями тоже приходят достаточно часто. Второй гемокомпонент, достаточно важный для обеспечения высокотехнологичной помощи онкологическим больным, это донорские тромбоциты. В зависимости от того, насколько близко расположены к клиническим подразделениям отдела заготовки донорских тромбоцитов, можно использовать две стратегии лечения. Дожидаться геморрагических проявлений и переливать донорские тромбоциты, либо профилактировать. Несмотря на то, что мы достаточно близко находимся к нашим подразделениям клиническим, мы предпочитаем переливать тромбоконцентрат до начала развития тромбоцитопенических кровотечений, применяемых для профилактики. И пользуемся рекомендациями Российской ассоциации трансфузиологов по назначению этой терапии. Несмотря на то, что у нас есть отдельное отделение для лечения гематологических больных, вы можете видеть, что потребность тромбоконцентрата возникает и на других отделениях, в том числе хирургического профиля. Это происходит потому, что наши пациенты получают многопрофильную терапию. И это еще раз говорит о многоликости онкологических заболеваний, разнонаправленной терапии у этих пациентов. Для профилактики геморрагического синдрома основная доля трансфузии до 70% приходится на переливание без инвазивных вмешательств. Но бывают у нас такие процедуры, когда мы переливаем тромбоциты для того, чтобы провести хирургический этап лечения. Это порядка 30 трансфузий тромбоцитов. Это достаточно много. Геморрагических синдромов на фоне тромбоцитопения за последние 3 года – это всего 3% от всех переливаний концентрата тромбоцитов. И это тяжелые септические больные после аллогенной трансплантации либо в результате комбинированного массивного лечения. И немного поговорим о свежезамороженной плазме. Компонент, который применяется все реже и реже, имеет особенности в применении, потому что его нужно разморозить, подготовить. Из всех компонентов является наиболее рискованным в плане осложнений. И мы используем свежезамороженную плазму чаще всего как коррекцию дефицита прокогулянтов в результате кровотечений. Чаще всего потребляют свежезамороженную плазму хирургические отделения, хирургические пациенты. Однако химиотерапия тоже участвует в переливании свежезамороженной плазмы. У нас такие случаи были связаны с плазмозамещающей терапией при реакции трансплантат против хозяина после аллогенных трансплантаций. Так, ну и, пожалуй, наверное, все. Я благодарю за внимание. Продолжение следует...